История храма Александра Невского в Ульяновске началась в 2007 году. Именно тогда напротив ДК УАЗ был установлен вагончик для проведения богослужений. Как только вагончик стал заполняться и люди стали уже просто физически не помещаться, в 2011 году открыли деревянный храм. Когда я сюда пришел и стал настоятель в 2016 году, люди еще помещались. Спустя год уже на Пасху люди стали приходить и на Рождество, и на многие другие праздники также не смогли вмещаться. Очень много детей, очень много мамочек с детьми приходит, перечищает детей, очень-очень много. У нас по 150 человек перечищается. Два года назад приход заговорил о расширении церкви. Прихожане готовы за собственные деньги построить каменный храм. Проект предусматривает перенесение пяти деревьев и посадку новых, укладку дорожек, установку лавочек. Уже получено разрешение на строительство, при этом решено до конца недели дополнительно провести опрос за и против нового храма. Аппарат общественной палаты. Общественная палата проводит социологический опрос по квартирной опросу жителей, проживающих в непосредственной близости в этом микрорайоне. Планируется опросить 500 человек. Как относится к данному строительству? Положительно или нейтрально? Или отрицательно положительно? В существующей церкви не хватает места для прихожан. Слышали об этом, да? Как вы лично относитесь к данному строительству? Скорее положительно, скорее отрицательно. Я, наверное, отношусь не очень положительно. А почему? Там-то не место для храма. Здесь Пятое Солнце, здесь ДК автозавода. Никаких переходов, никаких подходов. Места очень мало. Деревья все это срубятся. Вот вы сейчас сказали о массовой вырубке деревьев, да? Это информация недостоверная. Да, в результате строительства храма вообще зеленая зона, наоборот, будет расширена. К фактам. Сегодня площадь сквера рядом с церковью чуть больше 4000 квадратных метров. После строительства храма и реконструкции прилегающей территории вырастет до 7000. И ДК у вас, храм Александра Неского. Площадь более безопасная, потому что жители сейчас перебегают через длинную, так сказать, череду асфальта, значит, автомобильную дорогу, да? И это небезопасно. Вот все это будет реконструировано, и мы получим в Засвияжском районе хорошее, современное, патриотичное такое, духовно-просветительское ядро.